Успех, которого, как ожидается, добьются французские ультраправые на июньских выборах в Европарламент, может изменить европейскую политику. Аналитики предполагают, что у них получится создать новую коалицию и ослабить проевропейские партии. По данным эксклюзивного опроса Euronews, большинство голосов на евровыборах во Франции, 31%, может получить ультраправое национальное объединение. За ним идет партия президента Эммануэля Макрона «Возрождение» с 17%, на третьем месте «Социалисты». Французских ультраправых возглавляет Джордан Бордела из национального объединения, которому передала образы правления Марин Леопен. В апреле рейтинги партии выросли, у «Возрождения» Макрона же наоборот снизились. Поддержка «Социалистической партии», список кандидатов от которой возглавляет Рафаэль Глюксман, остается стабильной даже после нескольких лет политических проблем. На четвертом месте «Республиканцы», входящие в Европейскую Народную партию. Леворадикально непокоренная Франция несколько улучшила позиции, согласно данным опроса. Французские «Зеленые» с марта, наоборот, потеряли сторонников. За мандаты с национальным объединением, которое в Европарламенте входит в группу идентичности «Демократия», борется более маленькая реконкиста – ультранационалиста Эрика Зимура из фракции европейских консерваторов и реформистов. По последним прогнозам, в новом составе Европарламента евроскептики и националисты могут получить до 25% кресел, что в свою очередь усложнит жизнь имеющим сейчас большую часть мандатов право- и левоцентристам. Европейской народной партии, социал-демократам, фракции «Обновляя Европу» и «Зеленым». Ожидается, что из 81 французского кресла в Европарламенте ультарправые получат 26 вместо нынешних 18. Партия президента Эммануэля Макрона «Возрождение» играет ведущую роль в большой коалиции в нынешнем составе парламента. Но неудача на выборах может разрушить этот политический альянс. Французские либералы, похоже, уступят часть голосов социалистам Рафаэля Глюксмана. Но и им предстоит собственное противостояние. Борьба с радикальными левыми Жанруком Маланшона. Борьба с радикальными левыми Жанруком Малануэля Макрона «Возрождение»